чем может быть опасно проявление чрезмерной заботы вот мне приходили эти мысли когда вы говорили о воспитании границах и я подумал что есть особенно у женщин это проявляется вот такая чрезмерная забота опека может быть это что-то невротическое ну что присуще женщинам больше чем мужчинам до тревожность такая все время он вышел и она думает как и что и если вдруг он не ответил один раз на телефонный звонок то все быстро быстро подключить все силы молитвенные и другие чтобы повоздействовать сверхъестественные это и вот вопрос как чем может быть опасно это проявление скажем так потому что человек то движим вроде правильными чувствами он же сверх заботлив от того что он заботлив от того что она любит или он вопрос опекает и где эта граница и как ее определить и определяете ли вы ирина этот в себе и в других и что вы рекомендуете другим людям я дело в том что здесь опять здесь надо разделять вот эту грань между например как ты сказал тревожным расстройством если человек вот бываешь у женщина рождается ребенок и она как боже мой до этого я вообще не думал сейчас я изменился картины многие после родов например испытывают такой вот спад депрессии ну некоторую депрессию после родовую что я представляю эти картины не одна мама мне об этом говорила что встречается с ребенком и я должна все контролировать все такое но если это невозможно самому из об этом освободиться со времени то конечно в любом возрасте если женщина видит что у нее тревожное расстройство то есть как это выражается до большая часть людей говорит это нормально в неврозе но психологу значит надо пойти человек не смотрите первый признак первый признак того когда человек не может справиться сам со своей тревогой это говорит о том что его эмоциональная среда его психическое состояние контролирует его больше чем он сам себя вот вот как если женщина не может отвлечься не может нормально человек да предположим ждет своего ребенка она в это время может отвлечься ждать правильно поговорить с подругой по телефону но когда уже но когда она у ну есть признаки уж не будешься в этом плохого это переживает заботиться ну для нее ладно а для ребенка очень много разных последствий во первых ребенок растет не социализированный то есть обычно такие люди не дают полную возможности ребенку войти в общество выбрать друзей да они контролируют все проще про какие-то шишки набить сам во второй момент за что ребенок путь него не может принимать решение он не способен делать выбор а какой он будет семьянин потом если это мальчик да и девочка неважно то есть ребенок растет под выбором тех ситуаций жизни которые дают ему такие тревожные родители профессии то есть он во первых он не имеет он не умеет выбирать он не принимает самостоятельных решений он является человеком который под влиянием и если он все это потом взбунтуется то есть вероятность что он будет или тоже психо тревожными расстройствами или он может стать даже на преступную деятельность пойти как бы все это в нем то есть это разные разные дороги это очень опасно всему должно быть ну место и время там через лишний опек она и мозги она 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 же травмирует мозги человека то человек становится инфантильным человек становится религиозным подлаживаемся то есть вот как я уже сказала разные всевозможные явления могут быть уж я не говорю о том что теряет радость и становится просто но совершенно несчастным человеком есть из-за того выход есть обнаружить это в себе во-первых обнаружить корня самому можно это выправить если если женщина если мужчины способны заниматься рефлексией способны анализировать свои поступки сравнивать с писанием с какими-то норме и так далее да и делать из этого выводы и строить программу выход туда но часто очень нужен психолог может быть на пять встреч может быть на одну может быть на два года да ну даже одна встреча с человеком коучем психологом я знаю ну просто другом который умеет вот это все да мы же друг другу ты вообще-то должны служить честно доверять и должны служить да вот но я считаю если только человек замечает что у него вот такая повышенная опек опекает он тревожность повышенная обязательно нужно что-то делать обязательно нельзя же за счет расчет что-то и скажем еврейской мамы когда гаосемочка кого бы ты там себя не нашел но мне заранее уже не нравится и действительно нужно контролировать этот вопрос нельзя чрезмерно заботиться потому что на некотором этапе жизни у подростка возникнет жесткая антипатия вообще ко всему что касается родительской заботы как только у него появится возможность самому выбрать дан и и и и и проблема заключается проблема именно появится в тот момент когда он скажет оставьте меня в покое то есть у него сейчас начинается этап когда он хочет показать себя более самостоятельным в отношении к там месяца мальчик то девочка с девочкой это с мальчиком соответственно начинаются выстраивание отношений начинаются знакомства начинаются выходы на работу начинаются какие-то взаимодействия между коллегами на работе и тут начинается вот а вот и так сделай вот так не сделай это скажи это не скажи два варианта либо он потеряет всякий интерес вообще к контактам с людьми как и рассказала другой вариант он просто встанет в позицию агрессии скажет так оставьте меня в покое не трогайте меня буду все делать сам мы потеряем с ним доверительное отношение поэтому да от такого подхода нужно избавляться хотя ты ты что у женщин это больше всего мужчин управлять в качестве контроля мужчины хотят все контролировать все знать о чем идет речь куда зачем пойдет нет и просто поставь меня вкуснях ты просто мне скажи мне предупредить говоришь о себе потому что не все мужчины такие не все машины я себе не говорю до такой степени не контролирую но иногда замечаешь то есть я вижу что где-то там на опасном пути я начинаю как бы ему гнет и вот смотри вот это не сделал туда не пойди потом поможет ли это он же все равно пойдет и сделает пусть сделает и пойдет пускай лучше у него потом придет ко мне я помогу из этого выпутаться чтобы он научился чем я буду ему говорит не трогай горячий чайник да видишь речь путь в эдемском саду тоже так выстроил все-таки видя все он все равно дал выбор людям еще очень важный момент что очень часто мы оправдываем это те что мы любим детей и заботиться но как вот я я как вот я например ну не узнаю у нее как там да ну как я не посоветую вот это вообще фишка когда я разговариваю с ради горит но я же имею право дать совет да я говорю ты имеешь право дать совет но ты не имеешь право требовать совет исполнили они а как это же ведь но я же ведь даю совет потому что я знаю что так лучше и вот эта вот фишка она просто человека иногда он просто стоит на этой позиции что я то знаю как лучше когда говоришь что ты в принципе просто как 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 теория такая что ты не можешь стопроцентно уверен что быть так что так лучше ну да вообще то да ну вот я в данный момент я знал что это лучше и все и когда человек постоянно знает что вот уверен что он то знает как лучше стопроцентно да и причем что нужно не только ему а его ребенку и всем его детям то вот здесь начинается тоже очень сильная проблема вопрос своевременности мы называем советы то есть мы у нас есть готовый ответ а у него еще нет вопроса вообще на эту тему не задавался интересуется ничем да да бывало такое что я просто секундочку что я что-то говорю я знаю что ну все но с этим столкнется слава память у него хорошая и приходит момент когда там через год через два он верит вот слушай вот так вот и было вот ты мне когда-то давно грозит тогда мне досказал он был сейчас сказать моя несвоевременность то есть я хотел предупредить сильно то есть во всем во всем его огородить о всем позаботиться не надо этого делать потому что должен быть вопрос прежде чем дать ответ давай прямо прямо да все так совершенно до совершенству тебя не все а вопрос достигнули пусть записывает записывает когда я говорю чтобы потом когда это произойдет употребить это для себя вспомнил где записал да но и а а ну и и и и и и